Дред, обрядык, драдрадак. Это не просто набор букв и не иностранный язык, а стихотворение Алексея Крученых. Поэт учился в Одесском художественном училище и теперь на Малой Арнаутской его имя украсило здание под номером 55. Детали в следующем сюжете. Художница Ирина Зарецкая декламирует одно из произведений Алексея Крученых и одновременно пишет строки мелом. Основоположник заумной поэзии Крученых утверждал, что право поэта пользоваться разрубленными словами, полусловами и их сочетаниями. Это еще одно имя, о котором в Одессе достаточно давно забыли. А Алексей Крученых все-таки на минуточку друг Маяковского, друг Бурлюка, друг Хлебникова. Поэтому сегодняшнее открытие этой мемориальной доски – это просто очередное напоминание одесситам о том, в каком замечательном городе они живут. Мы очень рады, что есть возможность, благодаря меценазу служения Доменко, убековечить память Алексея Крученыха, одного из друзей Маяковского, одного из начинателей русского бутуизма в Одессе. В этом доме он жил, на этом доме устанавливается мемориальная доска. Свыше 40 лет Крученых целенаправленно собирал литературное и художественное наследие своей эпохи. Его уникальная коллекция насчитывает более тысячи книг с автографами. Алексей Крученых – автор известного «Дыр Булл Щилл». Поэты по-разному описывают это стихотворение. Узнаем, как же понимают его одесситы и гости нашего города. Ну, как вам сказать, барышня, по-новому, так как я одессит четвертого поколения, но, наверное, это новое Вене, это какие-то странные аббревиатуры. Ну, что я еще могу сказать? Ну, РПУ, а, это мне, вы знаете, напоминает великую композицию Ильфа и Петрова «12 стульев». Я ничего не скажу, это не на нашем языке, я не понимаю, что угодно. Вы знаете, я лингвист, я никогда такого не слышала. Здесь, как бы, сознательно зарыта какая-то загадка. Для меня это звукопись. Я, понимаете, все вот так вот через уши пропускаю. Ну, чуть-чуть Хлебников рядышком пробегал, наверное. Я понимаю, что у него такое настроение было сначала, не очень хорошее, так, а потом, наверное, еще не хорошее. И решил посмеяться над всеми, кто будет вслухать или читать. Поэт Серентьев считал, что дыр булщил означало дыру в будущее. Зинаида Гиппио страктовала его как то, что случилось с Россией. А сам Крученых говорил, что в этом пятистишье больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Диана Маронченко, Константин Лужневский, 7 канал.